По привычке захожу я на свой канал и читаю, что вы здесь, какие вопросы, отзывы оставляете, вопросы задаете. И вот в частности, Ксения Рождественская четыре дня назад, вот видите, раз, два, три, четыре, значит срочно к печати вся правда. Ого, Малахов здесь вся правда. Но вот знаете, когда говорят вся, то это уже, можно так сказать, по простому казацкому брехня. Все о человеке знать невозможно, только он сам знает всю правду о себе, даже близкие не знают. Так, и здесь же дается ссылочка, вот эта вот ссылочка, значит, ну я ради интереса щелкнул. И вот смотрите, нектотерентий, эзотерик, антималахов, тут значит, что тут, баночку якобы, вот это я так понимаю, с уриной. А хотя тут какой-то настой с этими самыми сухофруктов, так, невооруженным глазом видно. Далее, значит, я что-то тут пью, это тоже якобы, вот, из НТВ взяли, тоже тетаурина. И вот такой антималахов, или главный, капрофах России, Деман Генеша, хо-хо-хо, Москва, 18-й год. Значит, ну что, здесь же сразу откроем своему читателю, что за многие-многие годы своей уникальной работы, этот Ганеша, не Ганеша, а Генеша, с такой убедительной силой, с такой квазинаучностью, теоретической доказательностью, исказил и запутал все духовные понятия, а равно принципу эзотерического оздоровления организма, что не каждый продвинутый эзотерик, в кавычках, эзотерик, не то, что начинающий познавать науку человека за нагромождением околомедицинских и религиозных терминов обнаруживают антидуховную и деструкционную суть его системы, моей системы, о которой уже неоднократно говорил, что нету никакой системы, а также ее крайне извращенные методологии. С некоторых пор, тем не менее, с некоторых пор, с некоторых пор, в 18-м году уже мои книги не издаются, это было давным-давно, стали издаваться большими тяжелами, и его система оздоровления привела большую популярность, и благодаря всего-навсего несложным принципам. Первый принцип заключается в активном заявленном считательском эго и возможности получить больным человеком очень быстрого и эффективного излечения буквально от каждой болезни. Причем указанная большинство, согласно Малахову, достигается посредством использования комплекса определенных хитроумных приемов или оригинальных методов, им изобретенных. Все! Все! Дальше я не читаю. Вот это вот говорит о том, что там у нас Ксения, да? На зрение я уже несколько слаб. Ксения Рождественская и другие посетители моего ютубовского канала. Думайте своей головой. В первую очередь, понимаете, надо своей головой. Надо почитать, если хотите подробно что-то там узнать, почитайте мои книги. Вот. Чтобы у вас составило свое мнение, а не от чужого вся правда Малахова вывалили и так далее. Но, как говорится, начнем по порядку, без эмоций. Вообще я люблю вот такого рода разбор. И чтобы, знаете, вот не затягивать разговор, потому что я знаю, тут пять минут отдельные ролики смотрят. Скажу, если бы это не работало, то никаких миллионных тиражей не было. Попробовал один человек, попробовал другой человек то, что я изобрел. А толку никакого. И сказал бы своему соседу или там близкому, слушай, вот эти книги там Малахова этого. Не бери этого паренька с Ростовской области. Не надо его брать. Вот. А если это работает, значит, один другому рассказывал. И благодаря Сарафанному радио в девяностых именно годах, в девяностых годах, когда еще не было там этого интернета, то, что сейчас тут делается, мои книги были проданы миллионными тиражами, и масса людей получила оздоровление в той или иной степени. Далее. Там было вот сказано такое, им изобретенных. Это говорит о том, что этот Терентий, он вообще не читал мои книги, а возможно там по интернету что-то там где-то там нахватался и так далее и тому подобное. Что я? Я клизму изобрел. Она была тысячи лет за меня. Что я? Голод изобрел. Он был тысячи лет до меня. Что я там дыхание изобрел? То же самое было до меня. Что я там что-то другое, бег изобрел, о котором там рассказывал? До меня. Что уринотерапия, она что ли от меня открылась? Да она была до меня. И вот когда вот это все сложится и чувствуется, человек он неподготовленный, чтобы меня, знаете, вот так вот как-то зацепить и взять. Ну, будем говорить, надо как-то какие-то факты там сложить. Вот в книге так говорится, это в книге так говорится. Или я что-то вот именно действительно изобрел и сказал вот так вот. Я в то, что уже до меня было изобретено, то, что применяла медицина, вот я просто-напросто это частично опробовал на себе. Не все, частично опробовал на себе. Убедился в том, что это работает. Вел клуб, рассказал людям, которые приходили в клуб. Они убедились в этом. Далее печатная продукция началась мной. Люди читали, пробовали, получалось то, что было написано. Теперь о быстроте. Вот работа, допустим, над теми же суставами, она требует действительно какого-то времени. Вот. Медицина же обещает, допустим, просто-напросто вам заменять сустав, да и фиг с вами. Ну, если шлюшь на свой опыт, ладно. Почему я вообще пришел к этому, я уже неоднократно рассказывал. Вот у меня были ангины. Естественно, обратился к врачам в советское время. Какая там народная медицина? Что вы? Ага, вот так вот, вот так вот, вот так вот. А Нина как была, так и есть. Ну, тогда давай вырежем галанты тебе и избавиться от этого. Вырезали галанты. Месяца где-то два-три, все было нормально. Я думал, вот это медицина, вот это дает. А потом, как пошел насморк. То есть, то, что не выходило отсюда, начал выходить вот отсюда. Пожалуйста, получи. Если с этой проблемой ты не работаешь, получи другую проблему. И в любом случае, заболевание, которое мы, каждый человек, наживает в течение своей жизни, он должен сам его устранить. И как раз эти знания общечеловеческие, а не мои лично, о чем я неоднократно говорю, помогают это сделать. То есть, вот это вот, вся правда о Малахове, вот тута, Ксении, Рождественской. Ну, мыслите своей головой, ну, что ж вы тут это самое. Я говорю, дальше я не читаю, я ничего не придумывал. Терентий, эзотерик там, тоже это он спрячется за какими-то там своими эзотерическими понятиями. У меня псевдоним Генеша. Ну, Терентий, эзотерик, ладно. И всегда я подписываюсь так. Генеша, в кавычках, Малахов Геннадий. А эти, это вот, вот что-то тут анти-манти, ничего нету. И самое главное, что я хотел бы сказать, когда пишутся вот такие вещи, а практика показывает, что огромное количество людей использовало мои книги, в которых общечеловеческие знания не надо оболванивать людей. Люди, в первую очередь, разбираются, где правда, где фиктивность, а где ложь. Они никогда бы не стали их читать. Вот запомните это, Терентий, эзотерик, запомни это. Вот напиши что-нибудь такое, такое, чтобы, будем говорить, это действительно зацепило людей, чтобы эти знания все хотели, и тогда поймешь меня. А если это ничего не берет, ничего не эффективно, ничего это не работает, в конце концов, придумки там какие-то, да, то, естественно, этого не будет. Поэтому не глупляйте, будем говорить, людей, которые этим всем воспользовались, у которых уже сложилось свое мнение, и думайте, что все это неправильно там работает. Ну не то это, понимаете, не то. Человеческое, как бы сказать, вот это вот коллективное знание, мудрость, она разбирается все-таки, где есть истина, где есть ложь. Поэтому относитесь ко всему этому, ну, с долей здравого смысла, и важно почитать, почитать в первоисточнике, о чем рассказывает автор. Вот это я вам и желаю.